Привет! С вами я, Роман Казакевич. Это Playoff. Вы узнаете о самых ярких событиях спортивной жизни нашего региона. Мы знаем все о спорте в Красноярском крае. Сегодня в выпуске. Тренажерный зал для начинающих. Осваиваем правила, выбираем упражнения. Как достаются победы мастеру автогонок? Мне бы в небо, легко ли новичку освоить воздушные танцы? Как известно, сестры часто спорят, особенно если они двойняшки. Наши корреспонденты Галина и Валентина Глазко спорят не только дома, но и на работе. Подробности в сюжете далее. К началу летнего сезона самым популярным местом для людей становится тренажерный зал. И сейчас я расскажу вам так-стоп. Почему расскажешь, а показать сможешь? Да легко! Ну раз легко, тогда я составлю тебе конкуренцию. А давай! Начать занятие мы решили с упражнений на мышцы рук. Самый простой, но проверенный – это, конечно, подтягивания на турнике. Но наиболее сильные нагрузки на руки даст вот этот тренажер. Хотя для девушек, занимающихся меньше, чем год, сразу будет трудно. Поэтому лучше выбрать наименьший вес, а увеличивать килограммы постепенно. Ноги чуть шире плеч, носки в стороны. И вот присед идет. Приседания со штангой на спине необходимы при общей физической подготовке. Принято считать, что это упражнение выполняют в основном в пауэрлифтинге. Но на самом деле оно популярно во многих видах спорта. Еще приседания лучше выполнять на гаг-тренажере. Важно, чтобы плечи упирались в подушки, а ступни были параллельны. Плюс его в том, что он создает определенные углы для ног, чего нельзя добиться при классических приседаниях. Самым популярным для всех представительниц прекрасного пола являются упражнения на пресс. Можно использовать как самый стандартный тренажер. Главное закрепить правильно ноги, руки прижать к себе и не опускать корпус до конца. А вот упражнение на пресс с поднятием ног на 90 градусов уже сложнее. Но на нем можно достичь наилучший результат в короткие сроки. Тренажер-кроссовер пользуется большой популярностью у любителей спортивных залов. Здесь можно выполнять различные упражнения, заменяя всего лишь некоторые детали. Например, сведение рук на кроссовере – упражнения на грудные мышцы. В отличие от отжиманий и сжимов лежа здесь не задействуются трицепсы. А на трицепсе можно выполнять вот такое упражнение. Руки прижимаешь и выпрямляешь до конца. То есть первый год-два желательно делать базовые упражнения из троеборья. Это то есть прессед, жим, становая тяга. То есть это самые многофункциональные упражнения. По-моему, мы вместе отлично поработали. И ты не отставай. Смотри плей-офф и будь всегда в форме. У него можно поучиться смелости и позавидовать умению побеждать. Герой нашего следующего сюжета – многократный победитель и призер российских и международных соревнований по автогонкам Денис Самсонов. Как спортсмену всегда удается оказываться на педестале почета – узнаете далее. Скорость его стихия. Вот уже 27 лет Денис Самсонов занимается автоспортом. Еженедельные тренировки из года в год сделали ащинского спортсмена одним из лучших автогонщиков нашей страны. Как выяснилось, любовь к скоростной езде ему привил отец. Ну, я всю жизнь занимался спортом этим. Ну, а Дениса я с детства, с 7 лет я уже залил его за руль и пускал на трассу. Даже было такое, что с 7 лет он мне машину разбил спортивную. Вот и у него любовь такая произошла к этому спорту. Эту «Волгу» Денис собрал три года назад. С тех пор она стала его спутницей на всех соревнованиях. Однако мотор уже на износе. И, по словам пилота, зимние трековые гонки, прошедшие в нынешнем году в Красноярске, скорее всего, стали для этой машины последними. Наверное, это уже крайняя гонка. И на лето будем собирать другую машину, потому что этот кузов уже просто немножечко устал. Нередко Дениса называют монстром автоспорта. Подниматься на пьедестал ему удавалось порой в невероятно сложных условиях. Так, в сентябре прошлого года на международных гонках «Янтарная Волга», которые прошли в Латвии, Денис сумел доехать до финиша с вышедшей из строя коробкой передач и даже войти в тройку призеров. Во время гонки сломалась коробка, но, тем не менее, все равно боролся, старался до конца, как бы и приехал вторым. В октябре 2012-го на финальном этапе чемпионата России по автокроссу, который прошел в Омске, спортсмен, по словам ведущего чемпионата, сделал невозможное. Стартовав последним, Денис за шесть кругов сделал впечатляющий рывок с 10-й позиции на вторую. И он удержал в обоих заездах. Благодаря тому, что мы съездили в Омск, то есть нашей сборной командой Красноярского края, организаторы на чемпионате России нас заметили, ну и выделили нам на Красноярский край, на наш регион, на этот год две гонки сибирского федерального опыта. Именно вот в нашем классе. До педалей достаешь? Достаю. Вот справа там красная кнопочка. В семье Самсоновых уже целая династия гонщиков. Свою старшую дочь Полину устройство автомобиля Денис обучает с самого юного возраста. А через год девочка уже сама планирует участвовать в соревнованиях. Шесть лет. Первый раз села за руль. Проехалась. Учил дедушка и папа. Папа даже говорит, в шестнадцать лет, говорит, могу тебе предоставить машину. Говорит, будешь со мной гонять на гонках, ездить. Я согласна. Я не против. О таких преданных почитателях гоночной езды можно с уверенностью сказать, что любовь к автоспорту у них в крови. Скорость в семье Дениса Самсонова – неотъемлемая часть жизни. А талант побеждать заразителен. Надеемся, фамилия знаменитого гонщика еще много лет будет прославлять наш край. Я Денис Самсонов. Смотрите плей-офф и будьте в форме. Танец на воздушных полотнах – это необычное сочетание искусства и спорта. Новое направление, стремительно развивающееся во всем мире. В рубрике «Проверено на себе» наш корреспондент Антон Пухов пробует себя в роли танцора. Что из этого получилось, узнаете прямо сейчас. Друзья, мы находимся в зале, где занимаются воздушными танцами на полотнах. Сейчас я здесь все опробую, полетаю и с удовольствием поделюсь с вами всеми своими впечатлениями. В Красноярске эта разновидность цирковой воздушной гимнастики стала популярна всего пару лет назад. Ну, вообще, это направление у нас взято из цирка. Все знают, наверное, что выступают у нас воздушные гимнасты под куполом на высоте с различными агропатическими элементами. Как обычно, активируем карту компании наших партнеров «Купи Кайф» и обращаемся за помощью к нашему инструктору Виктории. Пускай он вам покажет, что, допустим, я могу сделать на этих полотнах. Что-то нетрудное. Можно проделать. Если вы в своей квартире лягте на пол, три-четыре, выполняйте правильно движения. Прочь влияние изне, привыкайте к новизне, то глубокие да и сниважения. Выносим ногу вперед, с правой стороны, да, накидываем, хоп, обматываем, да, вытягиваем полотно, да-да-да, и с внешней стороны накидываем ноги, с внешней. Хоп, накидывай, накидывай, хоп, самостоятельно можно, да. Ну давай, тряпка. Нет, я про вашу тряпку. Вытягиваешь полотно, хоп, и с внешней стороны накидывай. Хоп. О, получилось, видели? В воздушном танце задействованы в основном руки. При этом работают абсолютно разные группы мышц, которыми мы не пользуемся в обычной жизни. Давай, поехали! Давай! Ты что, выходи, держись, перехватывай. Теперь ногу... О, боже, я не пугал в него. Но тот, кто не боится падать, при должном упорстве и желании, обязательно испытает кайф от настоящей победы. Давай, отталкивайся, руки, ноги поднимайся, да-да, и переворачивайся. Опа, да-да, отталкивайся, отталкивайся, да-да-да. Да, пускай руки, все, 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 ноги на себя ближе. Сюда-сюда, да-да-да. Пускай руки, пускай руки. Отпускай руки. Хорошо? Ха-ха-ха! Девушка попробует? Особенно воздушные танцы на полотнах нравятся девушкам, поэтому я пришел не один. Любителям активного и здорового образа жизни может подойти в виде романтического свидания, например. Даже не могу передать свои эмоции, очень классно. Работа с материалом доставляет большое удовольствие, мне, по крайней мере, то, что ты с ним взаимодействуешь, это, мне кажется, очень красиво. И я бы посоветовала бы всем девушкам хотя бы раз попробовать это. Ошибки, это, конечно, когда вы понимаете, был воздух, вы должны все-таки думать не только что подержаться, а о том, что говорит вам инструктор. Как вам легче сделать, я вам подсказываю, эти советы нужно слушать. Тогда у вас быстрее все начнет получаться. На этом все. Сюжеты, вышедшие в эфир, смотри на сайте программы playoff24.rf, а также на интернет-портале Вся Россия. Заходи в нашу группу ВКонтакте, будем общаться. Смотри плей-офф, будь в форме! Субтитры подогнал «Симон»!